Одна из тех схваток, которые лично я очень хотел увидеть. Тамерлан Ефремесов и Рамазан Шихшабеков. Два разных стиля борьбы. Рамазан чуть более динамичный, гибкий гард, хороший гард, неожиданные баги-челки. И Тамерлан, человек, который идет на пролом, хорошенько продавливает, занимает топ-позицию и добивает своего оппонента. Рамазан Шихшабеков сейчас находится внизу, работает бетерфляй-гарди, вывешивает. А Тамерлан, оно вывесить такую груду мускулов и самоуверенности не так-то просто. Тамерлан работает опять на свои прессующие проходы, проходы давления. Очень веселенький был промо-ролик у Тамерлана. Хорошие слова он говорил. У меня такое впечатление, что он даже попросил написать ему текст какую-нибудь команду КВН. Все тоненько, с юмором. Зная Тамерлана, я не сомневаюсь, что он писал все самостоятельно. Да, и вот, собственно, Рамазан Шихшабеков и его гард. Мне очень нравится наблюдать за работой Рамазана. И вот Рабергард, да, что у нас? Да, Рабергада, попытка удушения. И что же, что же. Очень гибкий гард у Рамазана. Несмотря на весовую категорию, да, показывает очень гибкий гард. На самом деле, с его ростом, его вес выглядит достаточно, ну, как бы... Пропорционально. В пропорциях, прям даже под легковесом. Ну, ладно, не под легковесом, а под средний вес, если оценивать пропорции. В общем, серьезный и очень интересный черный пояс, как в ги, так и в ноу-ги. Позитивно настроен на эту схватку, подходили, общались до начала мероприятия. Вот, дабл андер, не так-то про... Опа, переворачивает. Вот это да. Забирает черепаху, выходит за спину, ничего себе нет, второго крючка нет. Спортсмены должны встретиться еще на прошлом летнем турнире, но схватка не состоялась. Да, насколько я... Проявляют спортсменов друг другу уважение. Спустя полтора. Очень приятно. Если мне не изменяет память, дважды ребята собирались встретиться, выступить, но под тем или иным причинам схватка не состоялась. Тем эта схватка и становится интересней. Да. Очень неплохая попытка сейчас была прохода гарда. Я, честно, не ожидал от Тамерлана вот этого взлета. Перемещаются борцы на центр-хотами. Рамазан не меняет свою позицию, остается на земле. Раз в пять планировались побороться, планировалось, что ребята поборются. Да, и вот ведущий нам тоже дублирует практически наши слова. Он умноженный на два, говорит, пять раз они пытались побороться. На нашей памяти было два раза. Возможно, мы знаем чуть меньше, чем написано у ведущего в бумажке. А может быть, он просто подслушал нас в тех самых наушниках, про которые он говорит. Ты сказал пять, да? Да, и так, когда ведущий нас десять. Удвоевую ставку. Опа, Рамазан Шабеков делает такой... Рамазан покажет какую-то удивительную гибкость. Он очень гибкий. Да, он очень гибкий. Он очень гибкий. Крайне редко встречаешь спортсменов с такой гибкостью. В его рисовой категории? Его рисовой, да. У него как будто руки-ноги отдельной жизни живут от него. Да, вот он немножко не успел с восстановлением гарда с реакцией на такой шолдер-ролл и практически пропустил Тамерлана в сайт-контроль. Но по правилам ADCC, да, баллы будут начислены за сайт-контроль. Ну, во-первых, только через минуту. А во-вторых, если 75% поверхности спины лежит, собственно, на татами. Я хочу у тебя как у эксперта спросить. Скажи, пожалуйста, предположим, Тамерлан бы забрал сайт-контроль на пятой минуте, тридцатой секунде и продержал бы его ровно до пятой минуты. Ему бы начислили баллы или ему пришлось бы совершить повторное действие? Сейчас должны быть такие звуковые эффекты. Я понял. Сделай вид, что этого вопроса не было. А тут есть простой ответ. Если бы я действительно разбирался во всех тонкостях правил, правил хорошо, я бы сейчас находился на месте Александра Халимоненко, который судит этот схват. Но Александр у нас человек незаменимый, поэтому каждый находится на своих местах. Да. И вот последние пять секунд. И сейчас уже начинается... Да, но тут есть попытка выхода на хилл-хук, и вот он бам-бам. Тамерлан. Тамерлан крутит день-дом. Не успели мы дойти до баллов. Да, прямо на последней секунде Тамерлан сделал сабмишн. И опять спортсмен трехрамовый. Вот в чем опасность болевых нанос. Но я признаюсь, хилл-хук это то, что я меньше, чем всего ожидал от Тамерлана. Давай решим, у кого север-юг плотнее. Вы привозите спортсменов из Бразилии, привезите мне спортсмена из Казахстана. И я покажу, что ММА-шники на территорию креплеров лезть, где должны. Тамерлану заготовка не только была на пробо-ролик, но и на победу. Бросил вызов. Достаточно уверенно, агрессивно, дерзко. Заряжет, заряжет Тамерлан. Да, но вот эта фраза ММА-шники, не наутылились на территорию креплеров, звучит как вызов, такая серьезная. Хороший матч, хорошая складка, хороший совмешан.